мы семья из мариуполя у нас семье два сына старший евгений и илья он в пятом классе учится когда мариуполь пришла война мы конечно этого не ожидали очень было страшно взрывы были в первую очередь мысль была затариться продуктами питания поехали в магазин накупили много всего набирали воду во все емкости пустые которые были только в доме но взрывы были все слышнее и слышнее все ближе и ближе мы начали заклеивать скотчем окна снимать матрасы с кровати ставить на окна ну как-то укреплять подушками все это стекла мы жили в девятиэтажке на седьмом этаже ну то есть когда город наш был уже в окружении 2 марта у нас полностью исчезла связь пропал свет вода отопление отключено было магазины полностью уже были все раскуплены магазинах уже купить было нечего значит первые несколько дней воду сливали и с батареей для того чтобы как-то употреблять и на мангалах готовили ну в общем делали из кирпичей всякие приспособления для готовки пищи но и все время находились конечно же в подвале потому что на седьмом этаже жить было очень нереально невозможно 10 марта впервые в соседний дом двор упала авиабомба и у нас вылетели окна двери на улице был мороз ну то есть оставаться в этом нашем районе было уже невозможно мы перебрались к своим родителям и к брату они жили на окраине города на выезде почти из города как бы там еще у них было потише ну через неделю и туда все это добралось война эти страхи и было очень страшно за детей страшно было ложиться и спать мы не выходили из подвалов пропитание немножко в нас там было потому что родители держали курей уток ну как бы немножко мы могли там еще прожить под обстрелами конечно мужчинам приходилось добывать воду ходить и в колодцах и собирать дрова ну где только это можно было в общем было очень тяжело с горем пополам 19 марта мы выехали из города нашего украинского уже блокпоста не было на пути в запорожье нам встречалось больше двадцати блокпостов это были чеченцы и русские ну в общем много всяких национальностей мужчины раздевали до нижнего белья смотрели записи в телефонах фотографии проверяли на полке в общем было очень и очень страшно добираться когда конечно мы увидели что можно на украинской территории подъезжать запорожью мы были очень рады что мы спасли наши жизни очень нам конечно пришлось тяжело там нас поселили в общежитии мы побыли несколько дней но очень много беженцев мы приняли решение переехать и в кировоградскую область сейчас живем в городе бобринцы нас поселили тоже здесь в общежитии вот наша семья из четырех человек живет комнате в общежитии ну как бы что у нас постельная здесь есть значит подушки одеяло кровати мы имеем общая кухня туалет на много семей продукты гуманитарные кое-какие нам выдают в общем как-то прожить прожить можно получаем и 2000 переселенческих вот этих денег ну конечно очень приходится тяжело ученикам потому что дети учатся онлайн и но необходимо необходимо конечно гаджеты для этого вот такая у нас история а а